Уже практически начались бои за Лисичанск, а там своя промышленная зона, желатиновый завод. G7 бесконечная, безлимитная поддержка Украины, Байден о ударах по Киеву. Джонсон все должно продолжаться, а Германия лишится своей промышленности уже зимой. Опять атаки на морские платформы ВСУ, а также G7 будет искать новые источники энергоресурсов. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 26 июня 20.00. И начну я в продолжении фактически боевых действий уже в направлении Лисичанска. И соответствующее видео можно посмотреть на моем телеграм-канале. В принципе, как и ожидалось, фактически Донецко-Луганский фронт пошел дальше. Арестович говорит, что да, положение очень тяжелое, но, ну и но. Ведь это все фактически запланированный отход, одобренный Пентагоном, и поэтому все нормально. А вот на геополитической сфере весьма ряд интересных заявлений и вообще событий. Я вам просто зачитаю очень важное заявление разных политиков и G7. Президент США Джо Байден отреагировал на сегодняшний ракетный удар по Киеву. Российские ракетные удары по Киеву являются еще одним проявлением их варварства. Еще ряд политиков с Европы тоже высказались в неком таком контексте. А все это произошло на фоне встречи G7, которая должна состояться. Ну, конечно же, я стесняюсь спросить про Ближний Восток. Ну, а также по работе ПВО в Киеве. Кстати, сегодня атаковали опять газовую платформу в Черном море со стороны ВСУ. Что-то я не слышу заявлений европейских лидеров. Следующее заявление Джонсона опять же на фоне G7. Сейчас не время отказываться от Украины. Им нужна поддержка и решительность G7. Больше, чем когда-либо Великобритания будет и дальше поддерживать Украину на каждом шагу. Потому что мы знаем, что их безопасность это наша безопасность. Их свобода это наша свобода. Борис Джонсонюк. Ну, а по факту, конечно же, до последнего украинца такая основная, наверное, тема этого посыла. И, конечно же, безлимитная поддержка, безграничная поддержка G7. Столько, сколько это будет нужно для Украины. Ну, короче, вы поняли. Чтобы все продолжалось. Но вот продолжится это, может, для некоторых очень даже печально. К примеру, для Германии и для той же Великобритании и ряда других стран Евросоюза. Потому что уже будут искать альтернативные источники. Потому что вечеринки за счет российских энергоресурсов прошли. Как утверждают некоторые британские СМИ. Но будут искать там в ОПЕК, еще где-то. Ну, правда, есть сложности. Негде больше искать. И золото, кстати, тоже России хотят запретить продавать. Ну, как-то золото еще ладно. А вот с энергоносителями все весьма печально. И вот уже по Германии новость. Германия допускает закрытие промышленности на зиму из-за газового кризиса. Германия признает, что промышленной стране может быть вынуждена остановиться в ближайшую зиму. Все по причине прекращения поставок газа из России. Вот я себе представляю Германию без промышленности. И как-то очень трудно это все представляется. Какой-то каменный век. Германия, напомню, это локомотив Евросоюза. И без Германии интересно, как будет дальше развиваться события в Евросоюзе. Странные такие решения, согласитесь. Даже смешно и печально, что сейчас рассматривают вопрос, чтобы закрыть заводы, которые выпускают бутылки. И представьте себе, каким образом будут продавать пиво знаменитое баварское без стеклянных бутылок. Да и пиво может не быть, опять же, из-за тех же проблем с газом, ну и так далее. Короче, зима близко. И за счет чего планируется поддержка вечной безлимитной Украины, пока что-то уже остается с загадкой. На этом, друзья, у меня пока все. Обязательно подписываемся на мой телеграм-канал. Дальше будет.